Друзья, мы переходим к 11 уроку, в нем мы рассмотрим основные программные настройки. Эти настройки позволяют определить единицы измерения в программе Real-Time Landscaping Architect, то есть установить в метрах, настроить 3D графику, определить параметры автосохранения и многое другое. Эти параметры являются глобальными для программы, они не привязаны к конкретному ландшафтному проекту. Итак, чтобы изменить настройки программы, нажмите в меню Settings – Program Settings, после чего появится диалоговое окно с настройками. Итак, рассмотрим, как перевести программу Real-Time Landscaping Architect в метрическую систему единиц, чтобы и линейка, и другие параметры отображались в метрах, а не в футах. По умолчанию программа использует английские единицы фута для измерения расстояния. Вы можете перейти на метрическую систему единиц, метры. Для этого необходимо выбрать параметр Метрик в окне настроек. Далее идут параметры 3D графики. Если ваша видеокарта поддерживает минимальные требования программы, то будут доступны функции аппаратного ускорения. Если объекты не отображаются должным образом, или если у вас возникли проблемы при печати, просмотре или в режиме прогулки, то попробуйте отключить аппаратное ускорение. Но важно, если вы измените значение аппаратного ускорения, то нужно остановить и перезапустить программу. Только после этого ваше изменение вступит в силу. На современных компьютерах, думаю, данных проблем не должно возникнуть. Если все же аппаратное ускорение доступно, то вы можете нажать Hardware Settings, и нам откроются дополнительные настройки опции рендеринга. Рассмотрим параметры этого окна. Light Coronas, то есть будет доступно свечение вокруг источника света в режиме прогулки. Gamma Correction, гамма коррекция в режиме прогулки. Благодаря этому параметру графика выглядит более четкой и яркой. Тем не менее, на некоторых ЖК-мониторах это может привести к тому, что ваш ландшафтный проект будет выглядеть слишком ярко и красочно. Так что можно отключить этот параметр. Anti-Aliasing, сглаживание. Включая сглаживание, если поддерживается вашей видеокартой, и сглаживание помогает сгладить неровные края, которые часто появляются во время 3D рендеринга, сглаживание используется только в режиме прогулки. Improve Texture Filtering, то есть улучшенная фильтрация текстур. Это позволяет текстурам быть менее размытыми на больших плоских поверхностей, если смотреть на них под углом. Advanced Lighting Effects, включение бликов и других световых эффектов. С настройками этого окна все. Вернемся к главным настройкам программы. Итак, следующий параметр это Auto File Save, то есть автоматическое сохранение файла. Выберите эту опцию для периодического автоматического сохранения файла проекта. Вы можете ввести нужное количество минут между сохранениями. Эта опция по умолчанию отключена. Highlight Object Under Cursor. Когда эта опция включена, объект по курсорам будет выделяться в контурную рамку, чтобы показать вам, что именно он будет выбран после нажатия. Эта опция по умолчанию включена. Reverse Mouse Wheel Zoom Direction. Меняет направление увеличения при прокрутке скролом мыши. Color Scheme. Цветовая схема. Меняет цвет интерфейса программы. То есть можно выбрать другой цвет, и данное значение применится ко всей программе. Меняем наше значение как необходимо, и нажимаем кнопку ОК. В программе Real-Time Landscaping Architect 2014 настройки данного окна очень схожи с версией 2.0.4. Окно лишь немного видоизменилось, и добавились дополнительные параметры. Давайте рассмотрим их. Вкладка Units также включает в себя единицы измерения программы. Здесь вы можете перейти на метры. Вкладка Graphics содержит значение видеокарт, которые мы рассматривали выше. А вот параметры окна Graphics Settings, в предыдущей версии это был Hardware Settings, увеличены. Итак, добавлены следующие параметры. Improved Water Quality, то есть улучшение качества воды. При включенном данном параметре в режиме прогулки будет улучшено отображение отблесков, отражений на водной глади, бассейнов, водоемов и так далее. Enhanced Surface Detail, то есть улучшение деталей поверхности. При включенном параметре увеличивается реализм 3D поверхностей. Данный параметр можно настроить для объектов отдельно. То есть в правом меню включая или отключая флажок для той или иной поверхности. Следующий параметр Region Age Effects , эффекты краев регионов. Параметр отвечает за отображение краев регионов или дорожек, например, на пересечении нескольких регионов. Помимо общей данной настройки этот параметр необходимо включать для каждого региона отдельно. Параметр нужен для отображения приподнятых рейст или утопленных санкин регионов при их пересечении. То есть мы видим появляется дополнительное обозначение при пересечении регионов. На мой взгляд данная настройка не очень тревожна. Итак, вернемся к настройкам. Еще один параметр это Sunrise Солнечные лучи. Параметр отображает солнечные лучи в режиме прогулки при использовании Real Time неба в 2014 версии. Real Time неба настраивается в настройках Settings Environment Settings С этим окном закончили. Переходим к следующей вкладке. Вкладка Backup Автосохранение Включает в себя уже привычный интервал времени как рассматривали в предыдущей версии 2.04 и дополнительные параметры Number of files Количество файлов то есть количество файлов резервной копии которые будут созданы для каждого проекта. я расскажу чуть ниже. И Backup to Folder это папка куда будут сохранены файлы автосохранения. Файлы будут сохраняться под следующим названием. Это название вашего проекта нижнее подчеркивание автобэкап нижнее подчеркивание номер файла. Ну например вы работаете с файлом под названием Мой дизайн количество файлов установлено на 3 и резервное копирование установлено каждые 10 минут. То есть будут созданы следующие файлы. На 10 минуте будет создан файл мой дизайн автобэкап 0 на 20 минуте мой дизайн автобэкап 1 на 30 минуте мой дизайн автобэкап 2 на 40 минуте будет создан опять мой дизайн автобэкап 0 который перезапишет самый первый наш файл. И так далее. Но, замечу, не забывайте и сами сохранять ваш проект, так как функция автосохранения не заменяет обычного сохранения у вашего файла, а лишь страхует вас. То есть, почаще сохраняйтесь. С автосохранением все, переходим к следующей вкладке User Interface. Здесь также присутствует настройка цветовой схемы программы, параметр Reverse Mouse Zoom Direction и параметр Highlight Object Under Cursor, которые были рассмотрены ранее. И добавлены следующие параметры. Zoom into Mouse Position in Plan View, то есть увеличение к позиции мыши на плане. Когда эта опция включена, с помощью инструмента масштаба на панели плана, можно изменить масштаб в точку на экране, где вы впервые нажали кнопку мыши. Или изменение масштаба будет к положению мыши, если вы используете масштабирование колесиком мыши. В противном случае, если не включен этот параметр, увеличение будет относительно центра экрана. Похожий параметр Zoom into Mouse Position in Perspective View, то есть действует аналогично предыдущему значению, но в режиме перспективы. Параметр Mouse Will Zoom Amount. Значение зума колеса мыши. Максимальное значение 50, значение по умолчанию 12. Значение влияет на то, как быстро изменяется масштаб при прокрутке колесом мыши. Чем больше значение, тем быстрее изменяется масштаб при прокрутке колесом мыши. Show Print Margins in Plan View показывает поля печати в плане. Когда эта опция включена, пунктирные линии появляются вокруг рабочей области в плане, и они обозначают область печати. Все, что находится вне пунктирных линий, скорее всего, не будет пропечатано на бумаге. В Paste Command Moves Objects to a Current Layer команда вставки перемещает объекты в текущий слой. То есть, когда эта опция включена, вставленные объекты будут перемещены в текущий выделенный слой. Когда эта опция отключена, вставленные объекты будут перемещены в тех же слоях, откуда они скопированы. То есть, если мы копируем растение из слоя 1 в слой 2 при включенной опции, оно будет помещено на слой 2. А при выключенной опции растение вставится на слой 1. Мы рассмотрели все программные настройки. На этом наш урок закончен. До новых встреч, друзья! Не забывайте заходить на наш сайт flocus.ru.landschaftndesign. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбук. Смотрите видео на нашем канале YouTube и любуйтесь фотографиями в Instagram. До новых встреч!